Друзья, добрый день! С вами «Успешные люди» и я, ее ведущая, Анжела Васильковская. Сегодня у нас в гостях Юлия Кунинг, продюсер информационной службы новостей ОСИ-ТВ «Факты и факты спорт». С 2017-го Юлия Академика... Телевизионная Академия, да. Юлия, добрый день! Очень рада увидеть вас у нас в гостях. Сегодня у Юлии день рождения, поэтому мы ее поздравляем, Юлечка. До тебя! Благодарю! Добрый солнечный день! Добрый день! Юлия, ваша успешность идет по жизни, потому что чем бы вы ни занимались, вы везде достигаете определенных высот и хорошо идете по карьерной лестнице. Мне все-таки интересно, я знаю, что у вас была замечательная и есть она семья, это мама с папой, которые очень сильно любили и любят до сих пор друг друга, вы плод их любви. Мама у вас преподаватель, а папа был музыкантом. Ну, бывших не бывает, поэтому преподавателем музыки он был, он шикарный музыкант, он начинал свою карьеру, да, с Евгения Мирошниченко в капелле бандуристов, но настолько он любит маму, я до сих пор поражаюсь вот этим чистым, нежным чувством, которые среди них, он решил, что воспитывать дочь появившуюся более важно, чем ездить по гастролям. Тем более тогда как раз должна была быть поездка в Японию, он отказался. В советские времена это достаточно большой подвиг во имя семьи, во имя любви. Ой, как здорово! И я знаю, также вы внучка оперного писца Павлова. Да, Иван Михайлович Павлов, это мой дедушка, я его... Я очень долгое время была единственной внучкой, девочкой, поэтому мне повезло, вот он меня водил за ручку, напевал что-то, он мне много рассказывал. Вообще, ну, у нас настолько спаянная, интересная семья, и все, вот то, что мне очень нравится, все всегда движимо любовью, исключительно ни корысть, ни какая-то выгода, исключительно любовь. Это такое ценное качество, и вот оно наиболее помогает людям в движении. Абсолютно согласна. А вот ваше становление, что сыграло? В детстве, я знаю, занимались профессионально танцами. Недолго, недолго, как своенравная девочка. Мне, конечно, не нравилось ничем заниматься. Мне хотелось вот исключительно сидеть с книжкой. Я очень любила читать, я с трех лет читаю. Спасибо маме, которая меня... Ну, вот у нее как-то это получилось, что девочка начала читать. Я себе представляла образы, я писала самостоятельно сценарии в той прочитанной книге. Я подбирала актера внутри себя. Да, потанцевать мне пришлось недолго, потому что мне не нравится... Если мне не нравится социум вокруг себя, я оттуда ухожу. Как бы мне не нравилось что-либо, ну, вот то, что мне предлагают. Также я занималась скрипкой, к папе ходила в музыкальную школу. Успешно прогуливала иногда. Ну, так бывает. Девочка своенравная. Четыре высших образования. Да. Абсолютно разных. Ну, интересно, потому что... Какие? Педагогическое образование. Я воспитатель детского сада широкого прогресса. Я медалист воспитательной работы. Я преподаватель педагогики психологии. Продюсирование шоу-бизнеса у меня два диплома. Ну, то есть я вот как-то так... Мне, если во что-то впрыгиваешь, то я должна обязательно получить полное образование. Я должна это испытать. Я должна научиться это с маленькой позиции до высокой. Изучить досконально. Да, да, да. Ну, просто это интересно. Плюс у вас есть правительственные награды. Ну, это не столько правительственные. Это за сотрудничество с Государственной службой Украины. Охранный УДО называется. Ну, это потому что мы плотно работаем с этой организацией, когда организовываем какие-либо мероприятия, в которых я участвую. Вы мне внешне напоминаете Золушку. Вот такая вот Золушка. И фильм, помните, 1900 какого-то он года снимался. Он довоенный. Да. Довоенный, еще черновесный. Я не нажимала, снималась в главной роли. Да, и как-то я еще и в детстве всегда считала, что я вот Золушка. Да, такая вот восточная, познательная. Внешность вот действительно очень... Принца все вот как-то искала, наверное, и не так становилась Золушка. Не, ну почему же? В 18 лет вы его нашли. Да. Вы шли замуж, у вас даже прекрасный сын. Ну, если любишь, то ты из любого мужчины делаешь даже не принца, а короля. Это самое главное, что все зависит от женщины, от правильной женщины. Да, главное – любовь. Здорово. В 25 лет вы возглавили в детском саду... Учебно-воспитательный процесс. Я была... В те времена как-то приветствовалась продвижение молодых кадров. И как только освобождалась какая-то должность по педагогическому направлению в высшем составе, поднимался резерв. В резерве у меня было мое личное дело. И мне предложили управлять учебно-воспитательным процессом в детском саду Академии наук. Вот сегодня даже мне звонила одна из воспитателей, она каждый год меня поздравляет. Ну, это было, конечно, нонсенс, 25 лет и женщины, которые намного старше меня. Но как-то получилось. Ну, если поздравляют, значит, действительно уважали, действительно вы не просто так занимали свою должность. Ну, да. Ну, вообще, где бы я ни работала, мне должно нравиться. Я получаю от этого удовольствие. И, наверное, это единственный путь для любого человека, который хочет чего-то достигнуть. К успешности. Да. Абсолютно согласна с этим. У меня также были вот интересные к вам составлены вопросы. Потому что в 16 лет, я тоже знаю, что вам приснился очень интересный сон, связанный с шоу-бизнесом, с телевидением, к которому вы тогда не имели никакого отношения, даже не собирались. Не, ну это вообще величина телевидения. И девочка, которая живет в достаточно непрезентабельном районе города Киева, в педагогической семье, мне под Новый год снится, что я в окружении... Это был миг. В окружении Миронова и Шульженко я встречаю Новый год. Ну, это хорошее окружение, на самом деле. Это очень странно было для меня. Я проснулась, думаю... В Останкино, не пусть. Да. Но как-то так я смутилась, думаю, ну, странно. Мало ли, что не приснится девочке, которая вот в таком пубертатном периоде. Поэтому, когда это вдруг начало складываться, сбываться, я вспомнила... Ну, не ходишь же с этим сном и не помнишь его постоянно. Я начала вспоминать и поняла, насколько мысли материальны. Если ты чего-то очень хочешь, оно не обязательно именно в этом виде придет, но придет. Обязательно. Получается, мысли твои материальны. Сбываются. Только верить и должен вложить... Бойтесь своих желаний, они имеют свойства сбываться. И вложите туда эмоции, тогда обязательно исполнится это желание. Ну, да, наверное. А вот по каким странам любите путешествовать? Потому что много путешествуете, путешествуете каждый месяц куда-либо. Стараетесь выезжать, знаю. Да. Это моя страсть. Я ненавижу сидеть долго дома. У меня обязательно, вот я буду уезжать в Канаду, я уже заранее планирую, куда я дальше хочу ехать. То есть где-то на ближайшие полгода я всегда продумываю, в каком направлении бы мне хотелось, какие получить эмоции, что посмотреть. Конечно же, я очень люблю море. Я могу в него смотреть постоянно, и оно меня очень наполняет. Море – это женщина, изменчивая, цветовой гамме, настроение в характере. Всегда прекрасно. Да. Я очень люблю, ну вот нельзя выделить, что конкретно. Я, конечно, очень люблю ездить в Черногорию, но поскольку у меня там близкие для меня люди, и мне очень хочется там чаще бывать, потому что мало картинки страны, где ты бываешь. Очень важно, какие люди тебя там ждут. Даже если они еще не ждут, они об этом не догадываются, они потом будут ждать. Люблю Тихань в Венгрии, это нестандартный для венгерского края вообще городочек, в котором все заполнено лавандой. Это не французская лаванда, это тиханская лаванда возле Болотона, и это потрясающие эмоции цветовые. Болотон вообще прекрасен, сам по себе, озеро прекрасное. Очень красивое. Я тоже росла в Венгрии, в мое детство там прошло, это страна просто самая любимая моя. То есть ты меня понимаешь, насколько это, да. Прекрасные воспоминания. Люблю вольные страны, люблю Францию за вот этот легкий флёр любви. Ну, любовь у меня вообще ключевое слово, потому что там ты прохаживаешься по улочкам, тебе хочется прикоснуться. Ну, пусть я себя хоть иногда возомню Анжеликой, например. Вот у тебя это имя есть, а у меня нет. У меня тоже неплохое, но в принципе вот хочется... Юля прекрасное имя, белое и пушистое переводится. Да, кучерявое, кудрявое. Люблю Америку. И, конечно, вот в ближайшее время я думаю, что я опять посещу этот волшебный край за то, что он настолько нестандартен и разный, разный везде. А сейчас мы прервемся на минуту рекламы, а дальше мы продолжим. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Всё достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hot-tour.com.ua Добавьте сайт в свои закладки. Он вас ещё не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка свой город, выберите удобное для вас агентство, заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха! Юленька, телевизионный этап остановления. Как получилось, что попали вы на телевидение? Всё всегда случайность. Я очень хотела, у меня брат уже работал на тот момент на телевидении, мне дико хотелось. Но я работала в администрации, в организационном отделе, поскольку организация продюсирования это несколько сходная. Там и там надо организовывать. Да. Понятное дело, что на каком-то этапе у меня так сложилось, что я попала по протеже, попала на телек, но не на фельдеперсовые посады. Я попала на склад, к оборудованию. И первый рабочий день, конечно, я запомню на всю свою жизнь. Я работала администратором в технической группе. То есть мне необходимо было собирать спутниковые машины, оформлять документацию для того, чтобы спутниковые машины выезжали. А в течение первого дня? Мужчины, 9 человек, которые начали мне бравадно говорить, как записывай быстренько, Кэнон, Кэнон, там название кобелей, которые сейчас-то я знаю. Но тогда девочки, которая пришла, ничего не знает в этом направлении. Кэнон даже тоже было очень сложно понять вообще, что это. Я дождалась, что ребята уехали. Конечно, я справилась с этим заданием, но, закрывшись на складе, я выучила абсолютно все. Куда оно может вставляться, извините, и каким образом оно работает. И поэтому следующие вопросы ребята уже мне не застигали врасплох. Ну и каждый день, в принципе, на телеке он диктует то, что ты все время в движении, ты все время должен чему-то учиться. И плюс все меняется. Да, абсолютно. Ты в таком быстром поле, что если ты быстро не ухватишь информацию, ты проиграешь. А проигрывать я не люблю. Да, победитель по жизни. Поэтому, опять же, доля случая, то, что набирали администраторов на точки для того, чтобы обеспечить трансляцию Казантибского открытия, и не хватало администраторов. А я-то, поскольку я слышала разговоры, я предложила себя, вот куда поедешь, я, я поеду. Вот, доля случая, и ты им воспользовалась, получается. Продюсовалась откровенно. Съездив туда, поработав, конечно, это было очень тяжело, это нон-стопом всю ночь. Утром у меня, наконец-то, получилось дойти до номера, чтобы хотя бы поспать. Пару часов сегодняшнего. Но, приехав в Киев, фактически сутки решили многое. По рекомендации на тот момент исполнительного продюсера уличного телевидения, который увольнялся, он, видно, произнес какой-то... Я не знаю дословно, что могло быть произнесено, но я знаю, что... Рекомендовал. Да, в тот момент мне предложили стать исполнительным продюсером, незнакомого для меня направления спутниковых трансляций. Уличное телевидение, я считаю, это вообще школа кадров многих телеканалов Украины. Многие телемосты вы проводили, включая с Трампом, по-моему, да? Нет, это еще не там, это позже, да. Уличное телевидение готовило, проводило телемосты между городами. На тот момент не было вот такого широкого распространенного оборудования на телеканалах. По-моему, интернет же не было еще тогда? Нет, конечно. Оно было очень слабое. Тогда получали новостейные ленты, вообще проходили на факс, большие ленты. Но я в том направлении еще не работала. Фактически, отработав на телемостах, мы много работали. Мы ездили на Таврийские игры, мы обеспечили прямые включения с любого места события. Когда заходил Савик Шустер в Украину, мы готовили для него телемосты. Ну, то есть, фактически, мой дом была спутниковая трансляция. Больше ничего я не знала. Но, с другой стороны, у вас такое общение. Вы знаете всех звезд, вы помогаете им в работе. Образно такая фея, которая реализует их желания. Ну, это позже, когда ты уже начал потихонечку, маленькими шагами, ничего сразу не дается. Ты должен зарабатывать авторитет ежедневно. И потихоньку мне очень... Я счастлива до сих пор, что я пришла в седьмом году, именно перешла на новости. Для меня, опять же, было все непонятно. Я очень долго понимала технологию проведения новостей. Каждый выпуск имеет свой технологический план. Это работа, степень на 24. И это фактически весь народ, который там работает, он не имеет такого вольготного графика. Ага, 9.006.00, я пошел. Все время происходящее в стране диктует какие-то движения, которые, в первую очередь, это редакторская история. Я с большим удовольствием работаю с главным редактором Леной Фроляк. Это профи с большой буквы. И все то, что в редакторе происходит, оно, конечно же, каким-то образом должно осуществляться технологически. Это технический ресурс. Это инженеры, которые работают, это операторы, которые выезжают, за них отвечает, там, производственная служба. А прямые включения, опять же, от них никто не отказывался. Но просто сейчас уже от спутника мы потихоньку перешли к интернет-включениям, так называемые ливью. Ну, это такая, уже жаргонов в телеке очень много. И ты должен быстро, оперативно реализовать желание редакции. Я знаю про Францию, когда ваша группа вылетала уже съемочная. Было то ли что-то теракт, по-моему, было или что-то произошло тогда? Да, это, ну, как раз был теракт в Париже. Да, и вы на этот момент быстренько прямые включения так говорились. Благо, что очень много друзей, знакомых за это время все-таки сложилось. И оперативно найти спутниковую машину там, и найти человека, который включится. Пока летит самолет с группой. Пока летит самолет, да, съемочной группой. Ну, это фактически все время работа идет по организации, а дальше подхватывают ее журналисты, редактора. Но главное вот передать этот флажок, чтобы уже более-менее подготовленный был. Это очень такая стрессовая работа. И вот как со стрессом справляетесь? Что надо делать, чтобы... Я путешествую. Я иногда, ну, может быть, день молчания. И очень болезненно можно реагировать. Ну, я же человек, я тоже имею эмоции, которые... Пресыщение какого-то там отрицательного поля, да, ты рано или поздно можешь расплакаться. Последние там аварии на дорогах, когда гибнут дети, большое количество взрослых. Я смотрю материал, ну, я могу расплакаться прямо у экрана. Поэтому, ну, очень тяжело иногда, но ты, конечно же, не имеешь права долго находиться в этом состоянии, потому что тебе дальше идти. Ну, новость живет недолго, следующая новость наступает. А, интересно. А были какие-нибудь интересные вот случаи или в путешествиях, или на работе? Ну, мы ездили с нашей съемочной группой. Я, опять же, напросилась поехать с нашей группой, которая ехала во Францию. Они снимали там часть материалов, касающихся там безопасности по подготовке к евро. И когда мы поняли, что одна из тем, ну, совсем, вот, гуляют, нету четких договоренностей, мы в ночь, благодаря, опять же, друзьям из Парижа, организовали встречу с модельерами. Ну, Париж – это столица моды, да. И нам повезло. Мы попали, во-первых, к Федору Равнову, который украинец и там давно живет. Он изготавливает потрясающие сумки для элиты американской. У него заказчики очень сумасшедшие. А фурнье – это модельер, который шьет исключительно для Мадонны. Я очень благодарна ребятам из Франции, которые помогли нам туда попасть. И мы побывали в Мекке. И к Веронике Жанви, которая у нас очень долго жила и, фактически, ее протажировала. Я, кстати, работала с ее сестрой, фотографом. Она потрясающая. Настолько светлые люди. И вот, фактически, оттуда мы ехали уже с шикарным материалом о моде. Я представляю. Также помню, мы с тобой уже дважды, получается, на конкурсах присутствуем в детских черновцах. Да, я третий год уже ездила. Да, тоже там и материал снимали, и все остальное. На минимуме с Украины, да. Ну, каждый раз все равно хочется выйти за рамки продюсерской работы именно в офисе, на канале. И хочется ворваться в поле, потому что вот там я себя чувствую более вольготно. Да, да. И ты, во-первых, подкрепляешь свой профессионализм, это новое общение. Ну, фактически, то, что вспоминали, ялтинская европейская стратегия, достаточно сильнейший форум, который проходит у нас в Украине. И всегда там интересные люди. Ну, вот Джуди Миллера, которая говорила, журналисты с бэкграундом, о котором снимают фильмы. И мы помогали ей в длительный промежуток времени с ночными включениями из-за разницы во времени. Посмотреть на профессионализм людей оттуда тоже, ну, стоит. Очень интересно. Да, да. А сейчас минута реклама, оставайтесь с нами. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hot-tour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку. Или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха! Юленька, а вот сейчас я хочу узнать этапы становления личности. Вот что надо предпринять, что сделать именно от Юлии Коник. Первый, а второй, третий, чтобы быть успешным. Рецепт. Вот такой вот женский рецепт. Женский рецепт. Любовь. Все очень просто. Первая. Первая любовь, вторая любовь, третья любовь. Любовь к своей жизни, к себе, как это ни странно звучит. Когда ты себя... Нет, это правильно. Когда ты себя любишь, ты себе не позволишь заниматься тем, что тебе не приносит удовольствия. И ты себя уважаешь. Да. Соответственно, тебя начинают уважать, потому что ты уже уважаемый человек. Ну, пусть это будет, да, на последнем месте. На самом деле, конечно, важно, какую эмоцию ты вызываешь, но в первую очередь иногда надо дистанционироваться от всеобщего обсуждения и осуждения, которое тоже присутствует. Никогда не останавливаться. Жизнь настолько стремительна. Это раньше. Пока там проинформируют в 9 вечера о том, что произошло. Сегодня это вот сию секунду происходит что-то, и ты должен оперативно, очень быстро среагировать. А иногда, как говорят охотники, работать на упреждения. Потому что если это сегодня произошло, ты должен предчувствовать, что может быть завтра, послезавтра. Ну, спасибо уже опыту, это помогает. И когда ты имеешь опыт, любовь, любимое дело, любимое окружение, окружайте себя теми, кого достойны. И тогда все будет складываться. И не бояться иногда самой себе доверять в своей интуиции. Вот с этим у меня иногда проблема. Я иногда очень долго заморачиваюсь. Но, в принципе, если вот первый позыв пошел, он какой-то космический, надо сразу идти. Надо его слушать. Да, не бояться уйти из педагогики в 90-е годы в бизнес. Когда у меня мама в обморок падала от того, что я ухожу со стабильной зарплаты, со стабильного педагогического стажа. Стабильной пенсии, как они говорили тогда. Да, со стабильной пенсии. Уйти в бизнес непонятно чем. Риэлторство только тогда развивалось. И пойти в такую сферу, которая тоже была незнакомой, которую тоже мы постепенно выучились, обучились эксперта-оценщика недвижимости. И достаточно большим количеством людей обросли тогда. Это хороший такой опыт. И не боясь, главное не бояться. Менять вектор не страшно. Главное себе не изменять. Это хороший действительно совет, потому что он действительно дает возможность достичь чего-либо, к чему стремишься. Попробовал определенное направление, тебе кажется, что ты будешь успешна или еще что-то, и ты смотришь, нравится, не нравится, не нравится, раз, изменил, и ты опять счастлив, и опять учишься еще чему-нибудь интересному, здорово. А вот пожелание какое-либо для зрителей, что можете еще сказать? Я буду нестандартно и банально любить, и все получится. Ну это правильно, потому что любовь – это залог всего, я скажу. Это и здоровье, это и внешний вид, это ты никогда не окружаешь себя негативом, не стоит осуждать, обижать и, наверное, злобствовать. Сплетни оставить где-нибудь там. Ну и плюс это уничтожает тебя энергетически. Занясть, злоба. Все всегда на лице. Да, согласна, абсолютно. Ну и плюс, как говорят великие, что занимайся успешным делом, и это дело тебе в определенный момент начнет приносить дивиденды, деньги. Да, да. А вот что успешность именно для вас? Помимо вот любви. Самодостаточность. Я спокойна, я уверена в том, что у меня все получится. Вот откуда оно пришло? А чтобы не взял, у тебя получится, Юля. Ты не имеешь права предать саму себя. И самодостаточность дает многое. Ты свободен в выборе. Свободен в выборе людей вокруг себя. Свободен в выборе своего времяпровождения. Это, мне кажется, что самый большой вообще аспект, человек должен быть свободным. Но при этом он знает, где себе самостоятельно поставить грань и не нарушать ее. Прекрасный совет. Очень интересный такой вот. Друзья, моя прическа сегодня от сети салонов Лонда. Мое платье от украинского дизайнера Жанет фон Клинген. А украшения от украинского дизайнера ювелирных украшений Татьяны Штаут. Вот. Юлия, спасибо большое, что вы пришли к нам в свой день рождения. Спасибо вам. Я желаю вам его отпраздновать вот как никогда лучше, чем предыдущие. Я представляю, что предыдущие были тоже прекрасными дня рождениями. Конечно. Ну, чтобы каждый раз было все лучше, лучше и интереснее. Я вам очень благодарна. Успехов, процветания и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. С вами была программа «Успешные люди» и я ее ведущая Анжела Васильковская. У нас в гостях была Юлия Коник, продюсер, информационный продюсер ICTV «Факты» и «Факты спорта». Продюсер, информационный продюсер.